Косметологу всей семьёй. Почему бы и нет? Ведь не только у женщины возникает желание быть молодой и красивой. Для многих мужчин это является важной составляющей успешности. Но и дети, и подростки нередко нуждаются в консультации опытных врачей-дерматологов-косметологов. О том, какие консультации, какие косметологические процедуры можно получить всей семьёй, узнаем прямо сейчас. В студии у нас Татьяна Спарыхина, кандидат медицинских наук, главный врач Центра эстетической медицины и красоты МЕДЭС. Татьяна Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте, пенда. Итак, сегодня отправляемся к косметологу всей семьёй. Есть с чем работать, да? Да, есть с чем работать. И, конечно, в первую очередь этот вопрос интересует женщин, но в последнее время мы всё чаще видим среди своих пациентов и мужчин. Как правило, их приводят их жёны, их подруги, бывает даже, что и дети. Но, тем не менее, мы видим, что интерес к тому, как человек выглядит, как он представлен в обществе, конечно, сейчас немаловажный. И на сегодняшний день мы можем предложить мужчинам целый ряд, целый спектр эстетических услуг. И это касается и аппаратов, и инъекций. Мужчины побаиваются инъекций. Их страшит даже само название, там, например, ботулина, токсин. Это что-то такое страшненькое. На самом деле всё... И шприц, да, с иголкой. И шприц. На самом деле всё просто. Во-первых, это быстро. Во-вторых, это комфортно и безболезненно в современных условиях, в условиях специализированного кабинета, когда всё это обезболивается. И самое главное, что эффект развивается быстро. Вот как мы сейчас видим, например, при обработке верхней трети лица в области лба, да, складка, через две недели она разглаживается. Но тут важно прийти вовремя. То есть у нас есть уже пациенты, которые ходят с 25 лет. Это вот молодые мужчины, да, которые уже смотрят не только на сегодняшний день, но и в будущее. Поэтому если, конечно, вот уже глубокие складки, то эта складочка, она тоже зарастёт. Но это нужно две-три процедуры хотя бы, да, потому что это улучшает и микроциркуляцию, и регенерацию, и способствует зарастанию самих складок. Но на это тоже нужно будет время. Хотя и после первой процедуры хороший результат. Вот у девушки тоже мы видим, да, после первой процедуры. Да, и эта тоже складочка добавляет неприятных впечатлений. И как она избавляет от этих, избавления от этой складки, добавляет приятных впечатлений. И надо отдать тоже, что каждая вертикальная складка на лице, она добавляет возраст. И когда мы её убираем, лицо становится минус, буквально до 10-15 лет. И таким образом это легко, комфортно. Это проверено уже медициной в течение полувека. Батулина препарат применяется уже более 50 лет во всём мире. В России уже почти 30 лет. Это дало возможность получить отдалённые результаты и свести к минимуму какие-то риски, какие-то побочные эффекты. Вот обработка лба до и после, да, процедуры тоже самое мы видим. Это стиральная доска перед инъекциями. И через 2-3 недели вот такой хороший результат. Но есть одно условие. Процедуру нужно делать два раза в год. Если человек пропускает, делает нерегулярно, то складки успевают закладываться и впиваются как бы всё глубже и глубже, подпаиваясь к нижележащим тканям. То же самое касается области в округу. Область это очень такая капризная и начинает звучать в переменопаузу. То есть это когда где-то вот уже 40+, 50+. И тут тоже вовремя важно начать работать с этой областью, чтобы не образовались глубокие такие вот солнечные складки, с которыми потом трудно что-то сделать. Часто очень на образование этих складок влияет курение. И я вот хочу обратить внимание женщин, да, что если вот вы курите, то риск получить вот этот кесет и вот эти морщинки, они риск резко увеличивается. Кроме того, у ботулинопрепарата есть ещё одни показания. Это они расширены и можно работать с телом, не только с лицом. Это касается и, допустим, такой проблемы, как гипергидроз, повышенная потливость. Это бывает и у женщин, и у мужчин. У женщин, кстати, вот в переменопаузу, да, повышенная потливость, очень частая жалоба, с которой они не знают, что делать буквально. Это и ночью вся мокрая, это и на людях тоже подмышленная область. Да, остаются пятна на одежде и неприятно, некомфортно. На самом деле при обработке ботулином препаратом уже через 3-4 дня становится намного легче, просто какое-то волшебное такое действие. И эффект сохраняется до 8-9 месяцев. То есть практически раз в год достаточно обрабатывать вот область подмышек, область ладоней. Вот мы видим йодокрахмальную пробу, которая проводится перед процедурой. Чтобы увидеть места наиболее подвержены, да? Чтобы определить, насколько всё-таки активно идёт процесс. Вот, и эффект держится до 8-9 месяцев. Ну, практически вот раз в год мы обрабатываем. Ну, бывает так, что человек приходит раз, приходит через год второй раз, и потом переходит на перспиранты, то есть на те препараты, которые уже достаточно без инъекций хорошо работают. Ну вот да, и вот рукопожатие, да, это то, что когда мужчины, наверное, замечают, что вот эта проблема им мешает, и когда она перестаёт им мешать. Ну, это чисто мужской ритуал, да, иногда даже мужчины обрабатывают одну руку, какую-то рабочую, там, правую, например. Вот. Ну, конечно, лучше это сделать и с правой, и с левой рукой. Музыканты иногда приходят, да. Те, которые вот студенты приходят, когда много нужно писать, и вот эта потливость с ладони, она пачкает тоже блокноты, тетради. Кроме того, кроме ботулинотерапии, мы предлагаем тоже обрабатывать проблемные зоны, глубокие складки, вот уж если они образовались филерами, так называемыми препаратами, на основе гиалуроновой кислоты, которые восполняют дефицит объёма. Потому что глубокие складки, это всё-таки, когда уменьшается объём, уменьшается подложка под этой складкой, те же самые носогубные складки, губоподбородочные складки, межбровные складки. Что хорошо, вот то, что нравится пациентам и мужчинам в том числе, это то, что мы видим эффект сразу после процедуры. То есть человек заходит с одной глубиной морщин, а выходит совершенно другой. Это уже видно и по фотографиям, и всё фото документируем до и после. И, конечно, это нравится и пациентам, и специалистам. Кроме того, сейчас наполнитель, да, вот мы видим такой хороший эффект, вот носогубная складочка до обработки и после обработки. Но если складка глубокая, то, конечно, может быть, с первого раза мы не сможем вот так её разгладить, чтобы её совсем не было. Поэтому, может быть, до коррекции через 3-4 месяца более поверхностные филерами, менее плотными для того, чтобы вот как слоёный пирожок, да, всё-таки приподнять эту область. Несколько слоёв прям положить, да? Несколько слоёв, да, приподнять эту область. Если речь идёт о качестве кожи, то это на сегодняшний день лазеры. Лазеры вот мужчины очень любят, в частности, которые не повреждают кожу, которые переносятся комфортно, безболезненно, приятно и тепло во время процедуры. И они решают массу проблем. Ну, кроме того, что идёт работа с кожей, да, выработка красивого коллагена первого типа, эластина, то есть кожа становится более мягкой, более юной, я бы сказала, и увеличивается синтез гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота притягивает водичку. Одна молекула гиалуронки притягивает где-то 500 молекул воды. И кожа выглядит увлажнённой, наполненной. Улучшается светоотражающая способность. И бонусом идёт рассеивание пигментных пятен. Вот то, что мы сейчас видим, да, до и после. И рассеивание капилляров, сосудов, мелких сосудов. У мужчин, которые вот там любят баньку, любят там какие-то контрастные там процедуры. Из бани в снег. Да, из бани в снег. Вот купероз, конечно, он выражен. И поэтому вот эта процедура, микс-лазер, она в первую очередь показана при таком состоянии. Вот мы видим у девушки тоже куперозик, да, вот эти вот мелкие сосуды. Уже не только они такие, как бы, венозные, но это уже и капиллярные микрососуды. То есть это уже третья стадия где-то купероза. Вот здесь необходим курс процедур где-то от 6-7 процедур один раз в месяц делается процедура. Одна процедура. Достаточно комфортно, не надо часто бегать, но тем не менее с хорошим результатом. Очень не любят эту процедуру пропионбактерии, которая вызывает акне, в частности, вот у подростков. Да, и вот мы сейчас переходим к подросткам и детям даже, да? Подросткам и детям. Вы знаете, достаточно бывает одной-двух обработок, чтобы все это подсохло, чтобы ушло воспаление, и кожа выглядела уже более спокойной, более здоровой. Курс, как правило, при акне на микс-лазере составляет до 4 процедур. Кроме того, можно делать лазерную эпиляцию. Это уже мы готовимся к лету, уже потому что лазерная эпиляция – это курс процедур, это не одномоментная процедура. Там может быть и большая площадь обработки, это может быть и разная плотность, да, волосяных фоллику. И, кроме того, волосы, они находятся в разных стадиях, спящие или они только начинают расти. Вот те, которые спящие, они потом тоже, их нужно где-то через 30-40 дней повторить процедуру, чтобы все было более эстетично для мужчин. Вот мужчины как раз обрабатывают область там, где рамочка идет, да, на задней поверхности, область плеч, область шеи, чтобы там было все тоже ровно и не так часто ходить к парикмахеру. Кстати, когда мы обрабатываем лицо, там тоже бонусом идет лазерная эпиляция, ну, не совсем прям минус-минус, но, тем не менее, этот эффект мы тоже наблюдаем. Если морщины прям совсем-совсем глубокие и подпаяны к подлежащим тканям, то в этом случае необходима лазерная шлифовка. То, что мы видим, да, чтобы именно прошить эту область складок, испарить где-то до 15-20% кожи, если есть ее избыток, и тогда поверхность кожи выглядит более гладкой, более ровной. Но здесь нужно отметить, что нужно где-то 3-4 дня на реабилитацию. Ну, как правило, в пятницу приходят, в субботу, воскресенье отдыхают, в понедельник уже можно идти на работу. Вот с таким хорошим результатом. Вот то, что мы видим слева, такая лунная поверхность на коже с пигментацией, да, и после лазерной шлифовки кожа светлеет на один-два порядка. Часто эту процедуру не делают. Ну, как правило, если никаких больших проблем нет, то раз в 3-4 года, а если вот как лунная поверхность, то это раз в год обязательно несколько процедур. И запастись временем, чтобы, ну, иметь в виду, что дня 2-3, ну, нужно дать время тому, чтобы кожа так успокоилась. Ну, и самому себе, да. И самому себе, да, что чувствовать себя комфортно и хорошо. Затяна Дмитриевна, ну, у нас вот финальная наша картиночка говорит о том, что пора приглашать наших зрителей к вам. Напомните, пожалуйста, адрес, телефон. Дорогие друзья, мы ждем вас на процедуры в клинике красоты Медест, улица Дзижинского, 21А, корпус 2. Мы находимся в центре города. Удобно охраняем парковку. Приходите, звоните, телефон 30-69-82. До встречи на процедурах. Спасибо большое. В студии у нас была Татьяна Спарыхина, кандидат медицинских наук, главный врач Центра эстетической медицины и красоты Медест.